Продолжение следует... Чтобы доставки уже сложно удивить, в каких только экстравагантных нарядах их не встречали заказчики. Но вот чтобы дверь открыл шимпанзе, который к тому же рассчитался за пиццу, это и правда что-то новенькое. Кому как ни спортсменам лучше всего известно, что неудачное начало еще ничего не определяет и как все может измениться в последние секунды. В этой игре уже вот-вот должен был прозвучать финальный свисток, но команда и не думала сдаваться и благодаря отличному трехочковому вырвала свою победу. Похоже, что зря мы недооцениваем своих питомцев по части сообразительности и думаем, что без нас они пропадут. Во всяком случае, этому коту для самостоятельной жизни осталось освоить дверцу холодильника. Сейчас уже сложно удивить обычным жонглированием, но у этого парня карантин явно не прошел даром. Ему каким-то образом удается попадать мечом точно в ноты, и в итоге у него получилось сыграть всем известную мелодию. Золотистый ретривер Золотистый ретривер – одна из самых коммуникабельных и легко обучаемых пород собак. Именно поэтому они чаще других снимаются в кино. Так что, если вы решите завести такую собаку, имейте в виду. Ей можно запросто поручать легкие бытовые задачи, например, приносить почту. В этот момент не только сами игроки, но и болельщики не сразу поняли, что именно произошло и куда делся мяч. После ледяной бури все в городе покрылось ледяной коркой. И из-за уклона и скользкого асфальта курьер никак не мог подойти к дому. Автор этого видео говорит, что он открыл гараж и попросил парня оставить посылку на тротуаре. Однако курьер настоял на том, что передаст ее из рук в руки, как и положено. Пусть даже и придется проявить немного изобретательности. Существует мнение, что на самом деле наши питомцы гораздо умнее, чем кажутся. Просто хорошо это скрывают. И глядя на этого пуделя, в теорию вполне можно поверить. Ну а что ему оставалось делать, когда хозяева такие эгоисты? Амстердам является одним из самых популярных туристических городов Европы. Но вот бешеный трафик на дорогах значительно осложняет жизнь любителям красивых видов и неспешных прогулок. Но выход все же есть. На данный момент все популярнее становятся гибриды, лодки и автобуса с электрическим мотором, которые прекрасно чувствуют себя как на суше, так и на воде. После свадебной церемонии молодожены расположились в тени деревьев, чтобы рассказать историю своего знакомства для видео. Но неожиданно сверху раздался треск. И невеста вместе с женихом, под испуганные крики окружающих, в последний момент успели увернуться от падающих веток. Что ж, этот день они точно не забудут. Ну а если они пережили такое в день свадьбы, то все остальные невзгоды должны быть им по плечу. Тысячи людей сообщили о том, что в воскресенье 28 февраля они увидели в небе яркий всполох. И более того, заметили это не только люди, но и множество специальных камер. Однако это могло бы так и остаться всего лишь яркой вспышкой в небе, про которую вскоре забыли. Если бы часть метеорита не упала на хорошо расчищенную дорожку перед домом одной из сфер Канзаса, подарив ученым новый объект для исследований. На французских гонках Porsche Carrera Cup на трассе произошла одна из тех масштабных аварий, после которых пилоты нередко оказываются в больницах или даже мертвыми. Но на этот раз все оказалось даже немного смешным, когда один Porsche осторожно заехал на крышу своему сопернику. Скорее всего в этой истории нет ничего мистического, и Люк так странно себя вел из-за сопротивления потоков воздуха. Но вариант с черепашками-ниндзя куда интереснее. Проблема неправильных парковок стоит довольно остро во всех крупных городах. Но в борьбе с произволом дальше всех зашел мэр литовской столицы, который на бронетранспортере переехал машину, припаркованную на полосе, предназначенной для велосипеда. Поначалу это выглядело как неудачный пас, но оказалось, голова баскетболиста пострадала не зря. Живая лестница – это тактический прием спецназа, который используется не так часто и в основном для штурма. И как оказалось, это далеко не такой простой трюк и требует долгих тренировок. Расходы на армию всегда считались едва ли не самой большой статьей расходов государства. И Королевская морская пехота Великобритании, похоже, полностью оправдывает затраченные средства. Недавно экспериментальная группа вместе с компанией Gravity Industries провела испытание реактивного костюма, который вскоре станет альтернативой транспортировке на вертолетах и спуску по тросу. Кроме того, компания уже сотрудничает со службами скорой помощи Великобритании, чтобы доктора в будущем могли добраться до отдаленных районов в рекордно короткие сроки. Костюм оснащен четырьмя реактивными двигателями мощностью более тысячи лошадиных сил, а пользователь реактивного ранца может без особого труда регулировать скорость и траекторию движения, изменяя положение рук. Иногда даже для профессионалов игра складывается не самым удачным образом, и им приходится экспериментировать. Например, как Риан Эванс, 12-кратная чемпионка мира по снукеру. Будучи правшой, была вынуждена сыграть левой рукой. Хозяева этой конюшни долго терялись в догадках, кто же постоянно открывает ворота и выпускает лошадей. А оказалось, что они давно освоили замки, и им, похоже, просто скучно в стойлах. На самом деле шанс нападения акулы на человека крайне невелик, и все равно выглядят эти животные крайне устрашающе. Автор ролика планировал прыгнуть в море, чтобы поплавать, но, похоже, передумал, когда крупная акула-мака вцепилась зубами в лодку. Впрочем, мужчина не растерялся и даже пристыдил хищника, которая тут же разжала пасть и отправилась по своим делам. Обычно современные художники делают фотографию или используют зеркало, чтобы нарисовать автопортрет. Но, видимо, девушка считает, что это слишком просто и рисует себя по памяти, да еще и не глядя на холст. Как бы ни были притягательны и полны тайн космические дали, наша планета с высоты космической станции выглядит не менее потрясающе. Просто мы слишком редко смотрим на нее с этого ракурса и не подозреваем, насколько она все-таки прекрасна. Лоси крайне непредсказуемые животные, и водители не рискуют с ними встречаться. Они могут как напасть на машину, так и беспричинно броситься под колеса. Но этот рогатый, похоже, очень уравновешен, и ему совершенно плевать на то, что вокруг довольно оживленное движение. Если кто и знает о слаженной работе в команде, то это определенно работники ананасовых плантаций. Многие думают, что гнать на мотоцикле по кругу не так уж и сложно, но на самом деле это целое искусство. Гонщикам приходится в прямом смысле сливаться со своим железным конем и использовать собственный вес, рискуя собственной жизнью, чтобы совершать такие безумные повороты на огромной скорости. Дрессированная белка Твиги уже давно стала любимицей многих американцев и даже успела съездить в несколько гастрольных туров по США. Выступления мохнатого каскадера проходят с неизменным успехом и собирают сотни зрителей. А по словам хозяйки Твиги, ей потребовалось ни много ни мало 10 лет, чтобы превратить своего питомца в профессионального спортсмена. Люди часто воспринимают работу сотрудников полиции как само собой разумеющиеся, и порой даже забывают сказать спасибо. Но этот парень, будучи уже взрослым, разыскал полицейского, который еще в далеком 97-м году спас его из бассейна, только ради того, чтобы поблагодарить его. Ягненка сложно представить в качестве милого ручного питомца, но кто сказал, что им не нравится, когда их гладят? Это могла бы быть обычная реклама автомобиля, если бы за рулем не находился 7-кратный чемпион мира Михаэль Шумахер, который на огромной скорости сумел сделать петлю, промчавшись по стенкам и потолку автомобильного тоннеля. И несмотря на то, что создатели ролика утверждают, что это кадры реальной съемки, все-таки есть подозрение, что без компьютерной графики здесь не обошлось. А на этом у меня все. Если вам понравился этот ролик, то не забудьте оценить его, оставить комментарий, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Для меня ваша активность – это лучшая награда. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Пока.